Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем записывать сердечную медицину. Третья серия, соответственно, ожоговое отделение. Поехали! Это старые воспоминания вот этих начальников. Ну вот, я начинаю работу в нашем новом ожоговом отделении. Ничего себе, здесь мы сможем заработать кучу денег. Вы хотите сказать, здесь мы сможем вылечить кучу людей? Да, я так и сказал. Это бизнес, всё в этом мире бизнес. Прости, пап, извини, Виктор. Здесь больница, а не игровая площадка. Давайте поработать, я хочу работать, я хочу выполнять миссии. Я рад, что мы ввязались в это дело, Джон. Я тоже. Кто знает, что соседство по комнате в медколледже обернётся открытием больницы. Кто знал? Я не какой-нибудь, а самой большой в округе. Ну что, Джон, пора немного заработать. Давай заработаем. Готово. Готово. Так, что здесь за упражнение? Здесь просто пощупать, пощупать пациента. Ага. Надо вовремя остановить, чтобы не перегрузить его, лёгкие. Во, это просто идеально. Ну, серьёзно, это не игра, это балдёж. Просто надо вовремя её подрубать, когда не знаешь, во что поиграть. Вот, прям выручает. Такой, да? Вафельки хочет. Держи, вафельки. Да, он не успел нажать, ну. Не хочу я выполнять такие специализированные задания, которые требуют от меня что-то особого. Я выполняю те задания, которые, ну, это я имею в виду на смену, которые делаются как бы сами по себе. Вот они делаются, и всё. Давайте отпустим их. Зарабатываем кучу денег. Ого. Да, ёлки. Да, ёлки. Это он, типа, показывал дыхательную гимнастику, что ли? Всё же, я считаю, надо мне заняться, так скажем, вот нарезка игр. Просто вот геймплея, который раньше выпускал. Надо с той папкой всё-таки разгребстись. Там слишком много игр накопилось, которые надо хотя бы немножечко, но осмотреть. Одного выпуска в неделю, я думаю, именно вот этой рубрики достаточно. Первая смена прошла отлично. Тут женщина и девочка. У обеиха жуги и отравление дымом. Можешь на меня положиться? Руки из соляшки. Что с ними будет? Нормально с ними всё будет. Она всё ещё станет врачихой, которая будет всем органы раздавать. Направо и налево. Что с ними будет? Пока сказать сложно, но, честно говоря, состояние тяжёлое. Обеим нужна кислородная терапия, посмотрим, как они отреагируют. Главное, не мешайте мне работать, просто сидите и пейте кофе. Поймите, кроме них у меня никого нет. Я сделаю всё, что смогу, в этом не сомневайтесь. Поймите, кроме них у меня всего по три элемента. На подносе. Нужно четыре, пять. Это самое умиротворяющее отделение, пока что за третью часть. Реально, вот самое, что ни на есть, ненапряжное. Пока что. Ну что, сердце, сердца, сердца идут просто один за одним, и всё. Оливер, сюда. Оливер, сюда. Пойди сюда. А, а, а. О,, а, а. Очень хочется, что постоянно требуется Элисон. Почему не её матери? Так, отпускаем пациента Которые накопились у меня просто огромной кучей Должны быть какие-то кнопки по ускорению прогресса Вот, пошло Пошла жара, что-то прям так к концу Ну что? Сейчас опять вопрос Ну что? Ничего не могу сказать, что ты пристал? Терапия восстанавливает функцию лёгких Где я? Ты в больнице, случился пожар Пожар? А где точка? Или вдохнула больше дыма, чем вы Её лёгкие гораздо меньше Всё решится в ближайшие дни Лекарства должны помочь Но если этого не произойдёт Божалуйста, будьте готовы к этому Мы можем как-то ей помочь? Просто будьте рядом, если она очнётся Теперь всё зависит только от неё Со своей стороны я всё сделал Да ёлки-палки, я ж нажал А ё-моё! Ну прям совсем чуть-чуть на донышке надо было надуть Где-где-где Оливер? Вижу, вижу Можно просто за пять От умиротворяемости этого отделения Можно просто за пять Что это мы делаем? Что это мы тут Намываем Трубообразное Ну всегда У кассы по пять Потом уже Они начинают именно Сталпливаться в самом отделении Давайте пока отпустим Потому что уже Довольно много Пока что во всём третьем сезоне Это реально самое прикольное отделение Мне больше всего нравится Угу Хм-хм-хм Угу Хм-хм Угу Охм-хм Ну на самом деле крем, они вполне себе способны и сами купить и намазать. Зачем из-за этого отвлекать врача? А ёлки. У-у-у-у, три беды однако. Будем собирать теперь кожу. Дональд, дашь мне минутку побыть с цели наедине? Да, я пойду ещё что-нибудь выпить, вы ещё. Что ж тогда случилось? Мамочка ничего не помню. Неужели? Неужели-то я устроил пожар? И всё, я опять выключилась. Ну это пиздец. Ну ты ж в клинику надо с такой болячкой. Я не знал, что тебе выбрать, так что пронёс по стаканчику всё, что было. Матиль, да? Она не реагирует ни на какие раздражители, это уже случалось? Да. Причём неоднократно, с тех пор, как мой сын умер. У неё периодически бывают подобные приступы. Врачи говорят, психосоматика. Психиатр надеялся, что со временем оно пройдёт, но он не подождевал, как сильно Матильда любила моего сына. Ну чё, типа, если психосоматика, значит это лечить не надо, да? Со временем пройдёт. Вот это я всё время удивлялся, вот в некоторых, типа, болезнях людей. Это вот всё равно, что сказать. Слушай, ты ебанутый, но это пройдёт. Я же взял. А, вон чего. Это я понимаю, полный пииздец. Ну какой чай-то? Угу. Так, синий пончик. Не люблю я игры на скорость. Я люблю игры на вдумчивость. Вот, кстати, не люблю начас. Они такие жёсткие, блин. Как-то пробовал. Хрен грызёшь. Прошёл, кстати. Так, давайте-ка быстро. Подожди. Так, пять, я понял. Так, жди, сразу чай налью. Нет, я понимаю, одно дело, моя обязанность, вот скажем, в данной ситуации просто подносить еду. Это понятное дело. Ко мне в кафешку пришли, я типа, как хозяйка обслуживаю, потому что у меня нет денег нанять офисантку. Это я могу понять. Но... То, что люди сами, приходя, не могут занять свободное место, это меня убивает просто. Проведите меня, пожалуйста, за остолье. Я не знаю, какие струи-то тут свободные. Я требую обслуживания высшего класса. Ну, борзеть-то не надо в конце-то концу. Так, вот, я. Поехали. Поехали. Вот это просто жёстко. Жесточайший скилл. Чем тут дело? С сегодняшнего дня я обрабатываю ожоги вот этим кремом. Производящего компания готова нам за это платить. Платить, представляешь? Я даже знаю, почему. Твой крем говно вызывает аллергию. Я не буду его использовать. Я требую использовать этот крем. Больницы нужны... Надо говорить мне. Требуешь? Кто ты такой, чтобы требовать? Мы партнёры. Можешь... Может, потребуешь от того от себя выйти вон? Толкается ещё. Надо было бы его сразу остановить и как дать по морде. Просто вот сходу вот так вот. На! Печём печенюшки. А куда они берут эти значения возраста? Мне даже интересно. Так, ко мне крем притащили. Ладно, возьму. Так, Елисон до сих пор у него лежит. В отделении. Подождите. Ой, ужесть. Сейчас мы обязательно возьмём ещё кожу. Да блин, а тебя я и не увидел. Присел там тихо в уголку. В уголке. Вот приходят больные, да, в отделение. Вот они вот говорят, типа, туда-сюда и так далее. Ну, неужели нельзя повесить, типа, объявление? На свободные места проходите сами. Насколько это было бы более проще? Ого. Да ёки-палки начинается. Ого. Ого. Девушки отдыхают Так, все, все коробки собрал, отлично Что я там могу им перевязывать? Почему постоянно им в ожоговом отделении требуется перевязка? Девушки отдыхают А, все? А я жду, когда еще люди подойдут Пеп, а почему тут эта девочка? Она пострадала в пожаре Она поправится? Да, кто знает Надеюсь, да Она красивая Вижу, ты получил всю партию крема Да, можешь забрать его прямо сейчас Потому что я не буду его использовать Я пообещал их представителю, что мы заберем всю партию Чего ты уперся? Я уперся? Бери отсюда этот вредный крем На, поморди Пройдите 500 метров Как же мы переживали, малыш Прости меня, мама Ты в порядке? Да, милая Я не знаю, что произошло Надеюсь, это не я во всем виновата Ты помнишь, что произошло? Я, эээ Мы с мамой готовили ужин И я случайно уронила бумажное полотенце Дом загорелся так быстро, что мы не успели выбежать Да уж, вот что значит деревянный дом Как странно Я совершенно ничего не помню Да, странно Ну, всякое бывает Главное, мы все живы и здоровы Извините, но Эле нужно отдохнуть Она еще выздоравливает Пошли ванну Ну да, я думаю, заранее только вот эту кожу брать Крем еще можно Все, ждем очередных бальных Кто такими кусками вырезает кожу, мне интересно А почему именно с дырочками? Оооо Йо моё Задохнись, на Да то туда, то сюда Мужика, определись Ну тут явно Три звезды будет У меня половина смены, у меня уже Две звезды сделаны А, так это не пройдите И пятьсот метров, да иди ты нафиг Сколько надо, столько пройдет Сжег треугольничек Почка Ля-ля-ля-ля-ля-ля Ну что они заняли все кресла Ноги затекли Уж Сжег треугольничек все смена окончена 25 рабочий день пройден будем пшикать ноги или нет или то что ты рассказала про пожар я знаю ты хочешь защитить свою мать но ты сказала про да ты же знаешь что ты всегда можешь мне рассказывать я же все рассказываю я больше не буду тебя об этом спрашивать просто хочу чтобы вам с мамой ничего не грозило я хочу еще поспать взяла все раскидала блин она восстанавливается быстрее чем я ожидал ожоги все еще требует регулярного нанесения крема но если ничего не изменится через пару дней элисон можно будет забрать домой у вас сильная дочь миссис хард я буду шить так я подумала что было бы здорово сделать пару мягких игрушек совсем как думаю ну давайте работать так это изи вообще самая легкая задача так Субтитры делал DimaTorzok Пока что справляемся Так Это этот Виктор Походу мне уже Клиентов в отделение Поднакидал Субтитры делал DimaTorzok Что-то этот 37 летний Выглядит на 50 С этой сединой Иди шей давай Субтитры делал DimaTorzok Да елки-палки Я хваждень еще какой-то Вон последняя Забирай Ага Благодаря Виктору сейчас по-моему будет геморрой Я вроде помню что он в одной из серий В том смысле в одной из Рабочих смен Пришлет сюда всех больных города И когда Джон узнает фразу Ну смысл фразы Поработаем Это будет прям жестко Чеку 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 Эта игра чем прекрасна Что-то даже в плане комментариев Ну что ты тут придумаешь Однотипный набор действий Сиди себе просто и отдыхай Ага 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 Mmh Мам, мне кажется, для одной меня игрушек многовато. Может, раздадим их другим детям? Ах, хорошая мысль, дочка. Какая добрая Элли. Пойдём, я провожу тебя к другим ребятам. А мне можно погулять по больнице? Спасибо. В это время этот ублюдок подобрался и заменил крем. Ох ты! Ещё и третья кровать набавилась. Это было здорово, да, мама? Да, дорогая. Детка, оставила. Не знаю, просто захотелось. Глаза совсем как у папы. Всё, мать сразу выключилась. Мам? Мама отрубилась. Ну, это надо лечить. Это пиздец. С такой болезнью, как у матери, это невозможно. Психосоматика. Это пройдёт. Вы нормальные, что ли? Это, по-моему, на онкологию мозга смахивает. На разновидность. Она просто отключается и всё. Да, в это время Элисон рассказала деду, что они чуть не сгорели, из-за того, что мать опять связь с космосом наважила. Мама, а тут дедушка. Ты раздуплилась? Поехали. Угу. 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 Я понял. А, ну зато, кстати, мне дали возможность убирать уже четыре предмета, что не может не радовать. Угу. Сука, ну, попшикать надо. Попшикалку я не взял. Угу. 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 Оливер, здравствуйте. Как ваше здоровье? Мышиное. Здесь надо заранее, явно заранее, подготавливать предметы. Ох. Офигеть, понабежала. Ну, остановись. Ну, раздохнись ты к черту. А, ну, раздохнись ты к черту. Поехали, отпускаем всех, кого накопили. Поехали! Так, что-то уже какой-то перебор пошел. Это еще типа обычное количество пациентов, непреувеличенное. Слово-сочетание «потереть спинку» приобретает новый смысл. Поехали! В это время пока записываю сердечную медицину. Ну, думаю о том, что бы такое дальше стримить. Вот выбор пал на Outlast. Посмотрим, как зайдет. У меня давненько есть библиотеки. Я его проходил, но проходил, опять же, только в год выхода. Поехали! 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 27-й рабочий день окончен! Чё это ты так радуешься? Я понимаю, что наше мнение часто расходится, но я нашёл один способ максимизировать прибыль. Я договорился с водителями всех скорых в городе, всех пострадавших от ожогов будут привозить в это отделение. Это не просто безответственно, это незаконно, Виктор. Джон, я не собираюсь спорить с тобой за каждой мелочи. Бальнице нужны деньги. Мне нужны деньги. Ну хорошо, Виктор, а мы справимся с таким потоком? Не скромничай, я уверен, что ты справишься. Поехали. Пожалуйста, по очереди. Я обязательно до вас доберусь. Ждите своей очереди. Я могу как-нибудь помочь? Мне бы очень помогло, если бы вы сами сегодня обрабатывали или... Неожиданно у меня очень много пациентов сегодня. Крем в шкафу, правильно? Да, 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 вон зелёная банка. Всё, пошёл контент. Но всё равно я торопиться не хочу. Я буду полностью обрабатывать каждого пациента, а потом уже только... Переходить к другим. Я за эту смену... Буду работать только так. То, что там Виктор договорился со всеми скорыми в городе, меня, если честно, мало волнует. Я к своей работе подхожу максимально ответственно. Так, этих отпускаем. 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 Да жесть какая, ну что это? Не скромничай, я уверен, что ты справишься. Да шо бы это нахер, Виктор, со своими задачами. Главный принцип этой смены в том, что стоит тебя освободить. Во, всё, одна звезда есть, всё, идите к чёрту. Стоит тебе освободить стулья и сразу трое займут. Пошла отсюда, ё-моё, куда вы прётесь? Всё, доктор закончил лечение. Потому что мы с вами ещё в первом и втором сезоне выяснили, что если я зарабатываю хотя бы по одной звезде, то уже всё равно прохождение уровня. Нафиг, нафиг идите, никаких проблем не вижу вообще. Я просто отдыхаю, уровень я выполнил, выполнил. Не, главное идти по сюжету. Я игру прохожу. Я не напрягаю на своё мировоззрение. Да куда вы прётесь? Чё вы сюда пачками идёте? Идите вон! Ну ладно, этих двоих возьму. Опушиваюсь. На целых. Сразу по три штуки. Виктор, ты говнюк. Вот правда, вот просто говнюк. Как можно было додуматься вообще? Дональд, вы не могли бы приглядеть за Элли, пока я мою руки? Элли, всё в порядке? Не могу дышать. Джон, с ней что-то не так. Извините, но это подождёт. Здесь нельзя ждать. Она синяя уже. Блах. Прям сердце. Пора ломить грудную клетку. Хммм. Аллергия. А-а-а. Ну и всё. Проболтался тупой старикан. Так, аллергии больше нет. Это хорошо. Хе-хе-хе-хе-хе. Лечить надо свои болячки. Я вот это вот сейчас говорю. Э-э, матери. Всё будет хорошо. Е-э, это я во всём виноват. Или могла умереть и всё это из-за меня. В твоих приступах никто не виноват, Матильда. Но это ж не значит, что не надо лечить. Так, а что если в следующий раз всё будет ещё хуже? Мне опасно находиться рядом с Элли. Поэтому я брошу её и нарожаю детей где-нибудь ещё. На полпути к отделению педиатрии она заставила меня развернуться. Вам всё хорошо? Сейчас да. Может, ходить в больничную столовую? Я угощаю. Это ещё только утро. Сумасшедшая работа. Сумасшедшая работа. Крем на всякий случай надо держать. И эту байду тоже. Ай-я-май, отлично. Сумасшедшая работа. Здесь прям много требуется Для каждой звезды Прям жесть Даже для самой первой звезды Прям надо много Прям надо много Да что за жесть-то Прям надо много Мне еще пол смены и шачить И я и так уже их Все переработал Так я еще две звезды сейчас заработаю Все идеально У доктора перерыв Ну точнее говоря До следующей смены Я думаю название можно сделать Ожоговое отделение И вредный начальник Нет Больницы нужны деньги Нет Вскопка Давайте Давайте отсюда Ничего я освобождать не буду Я лучше возьму Оливера где Оливер Что я не запалил Что я не запалил Оливера Именно так и проходится Это отделение А как Как оно еще проходится Не то что это А в принципе Пару звезд сделал И отдыхай Чтобы она Монотонными действиями Тебе не надоело Я знаю что в четвертом сезоне Доктор Олф Или как то там Как то так оно называется Там уровней прям очень много Где то 300 или 400 Но при этом сюжетных уровней Довольно таки мало Там надо Именно зарабатывать алмазы Я думаю В четвертом уровне В четвертом сезоне Я сделаю взлом на алмазы И мы пройдем Чисто по сюжету Ну и все Ладно Одного быстренько отпущу Я думаю Я успею По 10 процедур требует Что это за жесть? Ладно Этого тоже возьмем Успевай мужик Успевай Ужди Идеально Переходим к 30 уровню Я ужасно устал Виктор Нам нужно поговорить Ты втайне подменил крем Подкупил водителей Скорой помощи Из-за твоих действий Серьезно пострадала Маленькая девочка Она могла умереть Не надо сваливать все на меня Джон Я понимаю что для тебя Важнее всего пациенты Но не надо ругать меня За то что я пытаюсь Обеспечить себе деньги Ну вот именно поэтому Пациенты важнее всего Поэтому мы сейчас И говорим Ты подверг опасности человека Хотя бы найди в себе Смелость это признать Мне не в чем признаваться По моему ты должен Было делить Девочке Больше внимания Я бы с радостью Это сделал Если бы не твои фокусы Со скорой помощью Чего ты так нервничаешь Мы отлично заработали И ничего плохого Не произошло Сегодня не произошло Виктор А завтра Послезавтра Слушай Просто занимайся пациентами Я уже понял Что у тебя нет Дивового чути Надо просто Писать заявы Таких И все Чтобы их нахрен Увольняли Я бы хотел поговорить С советом попечителя Вот так правильно Сегодня тебя выписывают Или ты рада Что возвращаешься домой Да Мы с мамой запланировали Столько всего интересного Пойдем к кафе По магазинам Будет круто Да маме Конечно Очень круто Прекрасный план Давайте работать В последнем уровне Этого отделения Что-то пациентов Стало резко меньше Ай Капельницу Ульяр сюда Да Да ёма Не те бинты Сейчас скорее всего Затребует красный бинт Ага Не Попшикаем ему на ногу На руку Так давайте Всех отпустим Блин Ничего не хватает Отлично Мне кажется Ему нужен будет Красный бинт Да Я так и знал Да ё-моё Я же кручу Such Красный бинт Красный бинт Скажу Один BE Ну и все? Не-не-не, этих я уже не принимаю Подожди Не, буду брать тех, у кого больше звезд Те, кто быстрее выдохнулся, не хочу Так, давай сюда Тут целая половина смены, можно тупо простоять, прождать Лучше поработаем Но не напрягаясь А не напрягаться, ну знаете как, правильно, просто брать по одному пациенту и все Отлично Так, этих мы отпускаем Получаем две звезды, правильно? Да Правильно, почитал, хватило И спокойно ждем Как сократить себе рабочий день? Прям таки конкретно На четверть 949 подписчиков на канале Очень-очень даже неплохо Мне нравится К сожалению, конечно Остановился набор По причине того, что Я остановил ДБД Ну, как бы И хрен бы с этим ДБД Мне достаточно вашей поддержки Которая сейчас у меня есть Грех жаловаться Абсолютно Я просто рассказываю Как, между прочим Потому что Надо же что-то говорить Пока я просто тупо жду Когда закончится смена Давайте, давайте Отлетайте, ребята Отлетайте, отлетайте Я две звезды заработал Я не желаю больше каких-либо проблем себе Спасибо, что смотрите Спасибо, что продолжаете смотреть Поддерживать Ставите лайки Приходите на стримы Несмотря на то, что Я пока что отказался от онлайна Это очень-очень приятно Это душевно Это максимально меня Заряжает позитивом За что вам огромное-огромное спасибо Так, ну что Поехали Идеально Ожоговое отделение закончилось Опять этот предродовой Опять доктор Ченс Самые унылые смены тогда В том сезоне Были у доктора Ченца Ни хрена себе накал Они отозвали мою лицензию Джон Надеюсь, ты доволен Теперь ты руководишь больницей Я не доволен Причем ты доволен Неважно Это еще не конец Я отомщу Я еще вернусь I'll be back Мазафака Что ж, было весело Но самое замечательное Твое лечение завершено Гуляйте Все, 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 все В жопу, в жопу, в жопу Авторские права Короче, они отлично проверили время Проходили на природу Походили в кафе Походили всего И потом она просто сказала Эллисон, я тебя люблю Я уехала на машине А Эллисон пыталась догнать Под дождем Жала быстрее на левую кнопку мыши Жала, 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 жала А толку никакого Но, справедливости ради Стоит сказать Пришел в эту кафешку дедушка То есть она его Она просто не кинула ее Вообще на улице Что было вообще явно полным пиздецом Но, так или иначе Эту мать понять невозможно Эта мать конченная Я ей не верю Никто бы в здравом уме Такому человеку Почку бы не отдал На этом мы серию Заканчиваем Предродовое отделение У нас будет уже В следующей серии Благодарю всех за лайки За комментарии За поддержку Увидимся в следующих сериях С вами был Видеотекер Всем пока